Разрешите, господин председатель, Антония Васильевна, у нас тоже есть обращение, у администрации города, у нас есть обращение от жителей и у меня нет понимания ясности, и если вы сейчас публично мне ответите, я вам буду действительно благодарен, потому что я не понимаю, что отвечать людям. И я попрошу Николая Томашова тоже подключиться, я знаю, что у него по партийной линии эти обращения тоже есть. Речь о чем? О том, что у нас есть с вами старый фонд, пятиэтажные, четырехэтажные дома, и ко мне обрастили жители с вопросом, что именно вы, Антон Васильевна, инициируете программу по надстройке над этими домами еще дополнительных этажей. Есть аудио-видеозаписи с вашим участием по этому поводу, и что есть некая программа, где вы хотите просто увеличивать этажность для того, чтобы, ну если эти дома имеют такую техническую возможность, достраивать дополнительные этажи. И что у меня спрашивают жители, ну это легально, это возможно или это невозможно, и на что я очень объективен, как вы знаете, всегда в своих ответах. Но ведь такая программа существует, действительно, это правда. Такая программа есть, но в Подмосковье такой программы нет, но она есть в принципе. Вот, есть такая программа, и если в рамках технических возможностей можно делать надстройки над этажами, то, наверное, это возможно. Но я не понимаю, о чем речь, и что это за программа, когда вы зачастую выступаете против строительства в городе, а в это время вы предлагаете точечную застройку еще и над другими этажами проводить. Я знаю, что вот у Тамашова были такие обращения. Я правильно понимаю, что жители говорили, они к вам обращались с этим вопросом? Не только у меня, и мы вместе с Михаилом Михайловичем когда были, и ко мне неоднократно. Это прямо так, а ветераны-энергомаши к нам обращались. А что у вас за программа надстройки дома над домом, Антейна Васильевна? Получается странно, вы против строительства, а в это время вы хотите на один дом, другой дом построить. Объясните нам, пожалуйста. И что нам отвечать жителям? Вы понимаете, что это моя программа? Нет, я вас спрашиваю, она ваша? Вы этим занимаетесь? Что это? Объясните нам. Объясню еще раз. Я ничего не утверждаю, я же не знаю. Объясните, которые есть у вас в наличии, ввела личный ряд для того, чтобы потом никакие личности не могли... Да, да, расскажите, что это просто, о чем речь, чтобы мы понимали хотя бы. Объясняю. Пожалуйста. Ко мне обратился один из бизнесменов, сообщив, что в 2018 году он уже обращался в администрацию городского округа Химки с подобным предложением, но, к сожалению, администрация его не услышала, с жителями не организовала встречу, хотя обещала и так далее и так подобное. В персонале, кто ему что обещал, я не знаю. Поэтому для того, чтобы... Так как у нас в городском округе Химки постоянно происходит подделка протоколов общих собраний собственников, о чем зачастую собственники сами узнают постфактум, я, естественно... Да, мы другую спрашиваем, я извиняюсь. Объясняю. Вы задали вопрос, я отвечаю. Я смотрю по облако 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 Химки, в отношении которых застройщик имел планы о настройке домов, сообщила о данной программе застройщика. Скажем так, явилась посредником сообщения той или иной информации, чтобы не... А с какой целью вы явились посредником, я не пойму. Вы депутат, работаете в энергомаше, в какую... Вы меня слышите или нет, я депутат, работаю в интересах городского округа Химки и жителей городского округа. Соответственно, решение о надстройке и ненадстройке принимается только общим собранием собственников. Открывайте жилищный кодекс. Соответственно, принимать решение могут только собственники, о чем было сказано, и застройщик, и жители. Встреча была проведена, все жители сказали, что они против данных инициатив. Я это взяла к сведению, потому что в случае, если в последующем появятся опять поддельные протоколы в общих собраниях собственников, я смогу сказать со стопроцентной уверенностью, что данные решения незаконны, протоколы подделаны, и нужно, необходимо просто найти тех, которые эти протоколы подделали. Поэтому, еще раз, я не знаю, кто к вам обращался и кто устроил такой поклёв в отношении меня, но могу сказать, что эта программа не моя, я выступаю только на стороне жителей, и как они решат такое решение, прямой я. Но вы же только что сказали, что вы были посредником между застройщиком и жителями. То есть вы от застройщика выступали, а не от жителей. Просто нам было... Дмитрий Владимирович, просто, ну, вот и нам тогда нам... Причём тут протоколы, когда мы говорим о настройке дома на доме. Не, просто откуда пошла вот эта вот волна, и ко мне обращались, я говорю, и не только ко мне, а к Михаилу Михайловичу, просто говорили, почему как раз-таки задавались вопросы, почему вот эту встречу проводят... Опять тот же самый вопрос, опять рассматривается вопрос, который не существует на самом деле, вообще нигде юридически, правильно я понимаю? Вообще нет, вообще нет. Это кто-то придумал вопрос, а теперь начинает против него выступать. То есть, смотрите, со словом Антонина Васильевна только что, что она нам заявила, да, что обращался какой-то застройщик в администрацию с её слов, бизнесмен, да, с её слов, подчёркиваю, значит, что ему не помогли, это с её слов. С программой подстроить на одном доме, подстроить сверху другой дом. И Антонина Васильевна встречала с жителями, этот вопрос прорабатывала от застройщика. А при чём здесь протоколы, я вообще не понял, общих собраний. Ну, я даже не могу это комментировать, я не буду даже об этом думать сейчас. То есть, я официально вам заявляю, Антонина Васильевна, что у нас такой программы нет. У нас такой программы, вы же только что сказали, что участвовали. Ну как, под видеозапись, я вам потом покажу видео. Значит, у нас такой программы нет. Вот, я вас попрошу не баламутить людей, потому что люди переживают и ходят ко мне и к депутатам. И не только к Тамашову, оказывается, и к другим. И не хотят на доме построить дом. Значит, если есть какие-то предложения по реконструкции, строительству и всем остальным темам, у нас есть Попов Дмитрий Иванович, зам по строительству, архитектуре и городостроительству. Приходите к нему, садитесь, разбирайтесь, мы все будем рассматривать, смотреть. Но прежде чем давать людям те или иные пояснения, комментарии или представлять чьи-то интересы, как в вашем случае, вы сами об этом сказали, но нужно вначале в любом случае прийти в администрацию, задать нам вопросы. Если мы хотим что-то сделать для города лучше, мы готовы это поддержать. Но получается так, что они нам задают вопрос, мы не знаем просто о чем речи, кто с кем о чем говорил. Сейчас я все понял для себя, я думаю, что все остальные тоже, у меня вопросов больше нет. Спасибо. Можешь еще одно слово скажу? Пожалуйста. Михаил Михайлович. Реально, вот к нам с Томашовым обращался ветеран Нагомаши Голубков, его фамилия, я очень помню, ты сам, да, лично он обращался. Голубков, именившись, я не помню, а фамилия Голубков, да. Да, вы поняли. Я всем разъясняла жителям, которые последующие тоже обращались ко мне, и объясняла, какая моя позиция, какая моя цель, и что реально отстают только интересы жителей. Так, ну, все высказались. Да не надо, Антонина Васильевна, дайте договорить. Вот Алексей Александрович просит слово сказать, начинаются какие-то перебрасывания словами, опять по кругу то же самое говорить. Мы вас услышали, все прекрасно. Вы то же самое говорите, только что говорили. Да. Вот только что об этом сказали, вас все слышали, но не надо, люди, то есть, это не глупые здесь. Александр Алексеевич, что вы хотели добавить? Я хотел бы обратиться ко всем депутатам. Ко мне тоже обращались по этому вопросу пожилые люди, причем не с очень хорошим здоровьем. Они настолько переживали, они так волновались, они волновались за себя, за свою судьбу, за судьбу своих соседей, своих родных, своих детей, вот из-за того, что, а как? И ведь, понимаете, наши жители, как Антонина говорит, они же уже планируют, а куда они переезжать, а переселят их или не переселят, а потом возвращать будут возвращать в этот дом или не будут, и так далее, и так далее. Не надо издеваться над живыми нашими людьми, тем более пожилыми. Я обращаюсь ко всем депутатам. Когда возникают такие вопросы, касающиеся животрепещущихся на жителей, ни в коем случае нельзя делать каких-то заявлений. Да. Всем спасибо. Спасибо, что поддержали. Да. На этом мы завершаем заседание Совета Депутатов. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.